Жёсткий, но здесь надо сказать, что и Александр, в общем-то, ничего не делал, да. Использует эта хитрость, а близко подходит к компоненту. Якобы показывает, что это будет бэквист. Кайкик левой ногой пробивает турпау. Лоу. Правила, в общем-то, достаточно. Вот они, конечно же, почувствуют. Почувствуют однозначно, но она будет не столь большой, как для боксера, например. Полагаться на защиту, в том числе и защиту с применением перчаток, накладок. Но я имел в виду то, что здесь есть ноги, и можно компенсировать вот эту дистанцию, входы. И поэтому никто здесь ничего останавливать не будет. Ну, во всяком случае, без такой серьезной необходимости. Но и сама площадка, вот необычная. Пах, пах. Так, пах, ножепояс, удар. Нет. Рефери отсчитывает. Это нокдаун по корпусу. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Десять. Аут. Да, неожиданная концовка. Они, Витали, хорошо видны следы от попаданий на плечах турпала. Виталий, одержал турпал Джабраэлла. И видно, что продолжим. Существует целая субкультура бойцов, выходцев из профессиональной среды. Если мы... Хороший удар по корпусу сразу. Попадает сейчас боец из Питера, но... Но не отчитывает нокдаун. Это пока не он, Александр Казовских, продолжает. А вот тут уже нокдаун. Да, Руфат Ахмедов отправляет своего оппонента во флеш-нокдалл. Да. Ну, черный лев прям налетает с такими размахайками. Уже просто пытается физикой. Попадает. Физикой забить соперника. Еще один. Четыре. Пять. 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 Шесть. Пять. Пять. Потом восемь. Поец готов. Шаг вперед. Хайк! Вот опять размахайка от черного льва. Глухая защита практически не отвечает. Да, не встречает Александра своего оппонента. И, соответственно, Руфат Ахмедов может делать все, что захочет. Два. Три. Четыре. Я уже сбился со счета какой-то нокдаун. Да, какой-то нокдаун. Поец готов. Раз вперед. Браво встречать, Саша. Браво встречать, Саша. Плечи не работаем. Браво встречать. Браво встречать. Браво. Я представляю, тяжелые удары Вот по такой амплитуде Размашистые Учитывая, что и перчатки очень тонкие Легкие Ну, надо отдать должное Александру Он не сдает Двойкой пробивает черный лев Ну, в принципе, не встречает он никакого сопротивления И я думаю, что для Александра нужно было бы решение Во всяком случае, попробовать это Подключить ноги Не оппонента Я думаю, что это был правый От Красовского Мы начали видеть хоть какое-то Это правило позволяют И вот мы видим Попал фронт Да, попал На нее невозможно опираться так, как это происходит Но, тем не менее, это делать можно Здесь Площадка Мы видим ее в борта Под наклоном Но при этом Я пробовал сам даже двигаться В таких похожих площадках Когда бойцы дерутся Победу ярким нокаутом Во втором раунде одержал Руфаш Ашкопеда Напомню, что в темных шортах Азамат Алга-Жоев в сичности Но с другой стороны Иногда спортсмены Вынуждены Потому что им просто непривычно Когда проводят уже несколько боев И непривычно Хорошо сейчас Левым попал Думаю, там нокдаун Точно Да, там нокдаун И непривычно Есть риск пропустить удар Который может остановить бой вообще В принципе Не было бы нокдауна Ну да Ну и при этом О, вот еще один Ну и при этом стоит отметить Что это не самые такие Не самая маленькая версия Перчаток бумажных Они достаточно такие надутые То есть Еще есть какая-то прослойка Зачастую сможешь промоушены Где дерутся ума от перчатков То есть Это просто И все Получается Попадает И я думал, что это нокаут Да Все-таки дождался Муцольгов Вот этого момента Подловил И замечательно Но встает его оппонент Это не нокаут Жесткий был Жесткий был Азамат отключился На короткое время Но очень быстро восстановился Так, борьбы у нас нет 100% Муцольгов опять пытается зарядить Этот свой Жесткий правого Оверхенд И здесь был опасный И у нас нокдаун Только уже в другую сторону Да, теперь уже Ахмед Муцольгов Оказывается В нокдауне Но Да, и боец из Киргизии продолжает напирать Азамат до сих пор Попирает и идет вперед И уже много сил потратил Муцольгов На пласти поражения Победу одерживает Ахмед Муцольгов Ахмед Муцольгов Ахмед Муцольгов Ахмед Муцольев